Я буквально позавчера, по-моему, видел заявление от действующей коалиции относительно Волынской трагедии. Вы в том интервью тоже подымали эту проблему. И у меня складывается впечатление, что платформа теперь тоже перетягивает эту тему на себя, потому что она является чувствительной для польского сообщества. И вот эта борьба за эти 6-7-8-10% избирателей, которые старшего возраста, которые чувствительно к ней относятся, она теперь стала темой и для действующей коалиции. Как вы считаете, как бы мы могли эту проблему решить? Потому что мы с Димой и неоднократно на протяжении последнего года поднимали этот вопрос в Украине. Мы не понимаем, почему Украина не пойдет на эксгумацию, потому что это было бы логично. Это не несет каких-то ощутимых рисков для Украины. Это было бы по-христиански. И я думаю, что это бы позволило снять, скажем так, ненужное напряжение в гуманитарной сфере, которое позволяет в том числе и России манипулировать, играть на этом. Например, несколько недель назад в Белоруссии прошла конференция российских и белорусских историков, где они подняли вопрос о том, что необходимо всячески эту тему развивать и проталкивать тему геноцида для того, чтобы вбивать в клин в отношения Украины и Польши и на международной арене, соответственно, разыгрывать эту тему. То есть, россияне стратегично к этому подходят. Это я помню еще начало десятых годов, когда Олег Царев, известный регионал, он начал эту тему поднимать. И я знаю, что Царев, ну, в принципе, особо мозгами не отличается, как бы там, да, зачем он это делает. И было понятно, что он находится в рамке, которую для него простроили интеллектуальная часть, как бы, партии регионов, которая, честно, работала с россиянами, которые уже начинали после прихода Януковича делать растяжку по противостоянию между Востоком и Западом Украины и, соответственно, создавать проблемные точки в отношениях с нашими западными соседями, в том числе и с Польшей. Поэтому вот в этом контексте, вот какие бы вы советы дали украинским политикам и украинским, скажем там, интеллектуалам, журналистам, тем людям, которые могут влиять на повестку, мы, во всяком случае, точно к таковым относимся, потому что медийно мы мыслены, не только медийно. Для того, чтобы мы смогли развернуть правильный дискурс и, собственно, построить правильное решение. Ну, давайте, скажем так, для начала, насчет волонинской резни. Полша, то есть вторая журналистка, то есть довоенная Полша относилась к украинцам не так, как надо и очень без уважения, так сказать. Я, как поляк, мне за это стыдно и я даже в этой программе, давайте скажу напрямую, я за это извиняюсь, как поляк. Но дело в том, что в ответ мы получили реально геноцид. Можем, конечно, сейчас разговаривать, убило ли у ПА 100 тысяч поляков, или только 80 тысяч, либо 120 тысяч, либо 150, либо только 70, только с кавычки. Конечно, в ответ на это были тоже убийства украинского населения, но, во-первых, они не были такие же масштабные и они были ответными действиями. Это тоже грех и за это нам, полякам, надо извиняться. Но дело в том, что, ну вот, смотрите, если я слышу про Бандеру, как героя, я понимаю, Бандера сидел в концлагере во время Волынской резни, но мы в Украине видим памятники Шухевича, либо Кубы Масавура, то есть реальных убийц мирного населения, людей, которые отвечали за убийство детей, женщин. И не будет примирения полского и украинского, если Украина будет вот этих людей, ставить памятники этим людям, просто этого не будет. И это чувствительно не только для этих 10%, поскольку не только это 10% открывало свои дома для украинских беженцев. Это стало чувствительной темой, поскольку вот мы открыли свои дома, а взамен мы видим памятники Шухевича. И это стало чувствительной темой не для 10% поляков, а для большинства поляков. Из-за этого, да, до сих пор эта тема поднималась, скорее всего, правыми, а сейчас она поднимается всеми. И это самое большое. То есть дело не только в экскуммациях. Дело тоже в том, конечно, не мне решать. Я тут не хочу, чтобы это звучало как-то неуважительно. Это украинцам решать, кто будет украинским героем. Но у вас есть же герои. Мы всегда слышали, но кого же, но других у нас нет. Сейчас есть. Есть у вас Зеленский, есть у вас Залужный. Пожалуйста, ребята. Есть у вас вот те молодые ребята, которые погибли. Есть герои. Достаточно про них думать и ними гордиться. Они же мирного населения не убивали. А что надо сделать? Ну, если мы хотим быть союзниками и братьями, то надо по-братски. Просто сказать, ребята, извините. Такого не должно быть. Это не так сложно. Я три минуты тому назад сказал, что я за наши грехи извиняюсь. Не можно такого же сделать с другой стороны. В чем проблема? То есть чего опасается украинская элита? Не знаю. Я, простите, не эксперт по Украине. Кстати, в этом интервью, про которое вы говорили, я сказал, что очень многие говорят, что раз человек эксперт по России, то, наверное, и про Украину. Я сказал, что это более-менее так, как говорить, что раз человек эксперт по Германии, то и, наверное, про Испанию все знает. Украина, Россия, Беларусь — три страны, три менталитеты, три народы, три разные системы. То есть я считаю себя экспертом по России по Беларуси. Я кое-что знаю про Украину. Но экспертами кауканской политики являетесь вы, а не я. Но тогда вы мне объясните. Володимир Вятрович как только силный, что все его опасаются? То есть он самая мощная фигура в украинской политике. И там просто Зеленский ничего не может делать, поскольку его просто готовить к такой нельзя было сделать. Все, просто конец. Конец Зеленского после такого. Ну, видимо, что-то... Ну, не знаю, возможно, тут не хватает какого-то... Какой-то... Ну, не знаю... Чего-то не хватает. Да мудрости не хватает, Витольд. Будем называть вещи своими именами, потому что действительно украинцы... Я думаю, что украинцы спокойно могут сказать извините полякам за то, что произошло на Волыне. Ну и все, и все. И все. И просто надо просто, знаете... Либо хотим быть союзниками, либо нет. Притом, это не обозначает, что после этого мы получаем, не знаю, какие-то специальные права в Украине. Либо нам не надо извиняться за наши грехи. Но за грехи надо извиняться. Просто это такой принцип. Это такой принцип Запада. Но вот этим отличается Запад от Востока. Востока в смысле России. В России хоть и убили... Ну давайте... Они же никогда не скажут извините за Бучу. Никогда. Они просто этого не делают. Они даже награды раздадут. Они даже награды раздали тем убийцам, которые разлавляли. Именно так. Именно так. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мы, те украинцы, которые абсолютно смотрим на это так же, как и вы, как проблему гуманитарную, которая требует человеческого решения. И в наших отношениях было много крови и много всякого дерьма. И, собственно говоря, мы являемся сильными народами, которые на протяжении друг друга неоднократно и резали, и были союзниками, и убивали друг друга, и дружили. И, в общем, все в нашей истории было. И поэтому отрицать это, это значит идти, во-первых, против истины, а во-вторых, против здравого смысла. И в этом плане я считаю, что Украина придет к этому неизбежно. То, что вытворяет Ветрович и, к сожалению, Зеленский по какой-то причине продолжил эту линию, которую там начал Порошенко. Это безумие историческое, которое они запустили. Я думаю, что это будет скорректировано. Это вопрос времени, потому что в Украине, поверьте, поляки должны понимать, что в Украине абсолютное большинство людей, оно вне контекста волынской резни или волынской трагедии, как ее в Украине называют. Спасибо!